Как находить баланс между в компании, собственнику, между удаленной работой для сотрудников и работой в офисе? Удаленка – это фигня полная. А, мы в эфире, класс. У нас сегодня Марина Авдеева, у нас не связывает одно слово франшиза, но только в разных смыслах. – Марин, привет. – Привет. – Сразу чувствуется, съемка началась. – А у франшизы два значения? – Ты слышала о существовании франшизы в страховом бизнесе? Кстати, я не знаю, где уже франшиза более популярная. Мне кажется, когда мы начинали в начале нулевых о франшизе, больше говорили о страховом бизнесе, а сейчас я уже знаю даже. Знают ли, что у франшизы есть страхование? – То есть ты говоришь тем самым, что ты составил нам конкуренцию по этому замечательному понятию. – Нет, на самом деле, кстати, я даже не понимаю, почему так происходит, почему мы не могли придумать какое-то новое слово. – Я посмотрел твой инстаграм с самого начала. – Цыганский. Мне Лера Бородина сказала, что у меня цыганский инстаграм. – Не знаю. У меня еще, значит, хуже, поэтому… – Нет фильтров, там неправильное время, я пущу фотки, там нет контент-плана. – Она занимается профессионально, наверное, этим. – Лера сказала, что я ей верю, что все не так, и с таким инстаграмом жить нельзя. Но пока что это. – В общем, можете перейти по ссылочке, которую мы поставим в описании, чтобы посмотреть, с каким инстаграмом жить нельзя, и сравнить его с своим на всякий случай. – Я специально искал эту дату, по-моему, это было 7 декабря 2018 года, когда вышел ролик на канале Big Money, и прямо в течение недели вовлеченность была сильно выросла. Расскажи, пожалуйста, для себя, насколько это… и можно ли говорить, что ролик изменил твою жизнь в каком-то смысле? – Сто процентов. – Расскажи немножко об этом своем ощущении. Не о самом ролике, который уже пересмотрели все, сколько, наверное, миллион просмотров, а вот именно о своем ощущении от этого происходящего всего. Потому что до этого у тебя были там 100 лайков и постики с подписью, условно говоря, я на море. А вот потом ты стала, видно, это миминиация, популярность, вот об этом интересно. – Ну, начнем с того, что Big Money – это… – Можем, кстати, выпить. – Прекрасно. – Наконец-то ты мне предложил. Из каких мы будем пить бокалов? Из высоких или из винных? – Слушай, я собралась из банки пить. Ну, давай из стакала, если что. – Как? У нас все максимально true, мы пьем из банки. – Ну, конечно же, я обольюсь сейчас этой штукой, ну ладно. Инстаграм действительно начал развиваться после того, как вышла Big Money. О Big Money вышло очень интересно. Значит, написал Евгений Черняк под одним из моих каких-то постов. Меня тегнул мой подписчик и тегнул его. И написал, что Евгений Черняк, возьмите интервью с Мариной Авдеевой. И Евгений Черняк ответил, Марина, приглашаю вас на интервью Big Money снимать будем в эту субботу на бизнес-концентрате. А это был там, например, четверг или что-то такое. – Под какой фоткой это было, ты знаешь? Ты помнишь? – Да, я там где-то в аэропорту сидела с чашкой кофе Starbucks или что-то в этом роде. – Ну, то есть не в купальнике? – Нет. – Ну, на всякий случай? – Нет, но там был умный пост, там был умный пост про то, как что-то там по поводу рабочего времени сотрудников и так далее. В общем, я в субботу пришла на бизнес-концентрат и снимали мы в перерыве, там такая была локация, фото-локация. – Да, серебристая такая. – Серебристая, таким серебристым фоном. И мы начали снимать там и планировали снимать в перерыве. И снимали в перерыве, но интервью… – Не то, что мне скучно, я просто ищу эту картиночку, я слушаю. – И интервью затянулось, я уже не помню, какому мы спикеру испортили спич, потому что никто не слушал спикера и не вернулся обратно в зал, а все стояли и смотрели, как снимается «Биг Мани». И после «Биг Мани», потом мы вышли на улицу, это снимали, и это интервью где-то через две недели, оно вышло в эфир. Я была в командировке в этот момент в Днепропетровске, как сейчас, по-моему, это была пятница. И следующий день я летела домой в Киев и сижу в Днепропетровском аэропорту, и ко мне подходит молодой человек и говорит «Здравствуйте». – Тоже в аэропорту, кстати, обрати внимание. – Да, здравствуйте. Вы Марина? Я говорю «Марина, Биг Мани, можно с вами сделать селфи?» Я говорю «Конечно, зачем же я здесь сижу?» – В аэропорту жду, в той же позе, с той же чашкой. И мы с ним сделали селфи, поболтали немножко, и потом он меня тегнул в фейсбуке, разместил фотку и написал «Встретил Марину Авдееву в аэропорту». Так вот, Марина Авдеева оказалась очень приятным человеком, и вот таким капс-луком, несмотря ни на что. Ну, буквально, да, где-то дня за три у меня там уже было несколько тысяч подписчиков в фейсбуке, в инстаграме это всегда больше, у меня там было, по-моему, тысяч двенадцать. Ну, условно, было тысяча моих друзей каких-то, на которых мы были совместно подписаны. Через три дня у меня было тысяча, наверное, двенадцать подписчиков, и я, естественно, ну, понимала, да, надо эту тему развивать, и начала быстренько строчить в инстаграм-посты. Ну, и, в общем-то, сейчас там что-то пятьдесят пять или что-то такое. Да, пятьдесят четыре с половиной. С половиной. Круто, круто. Ну, я думаю, когда будут смотреть, уже будут больше. Подписывайте, смотрите, уже посты чуть более, не хочется сказать, осознанные, ну, типа, они более большие, действительно, это заметно стало. Круто, ну, то есть, это повлияло на личный бренд, а на что это еще повлияло? То есть, узнаваемость, окей, это все прикольно. Знаешь, вообще, вообще, вся моя жизнь изменилась, потому что интервью, да, интервью зашло, и долгое время оно было в топе. Там прям, да, такой прям. Оно просто было на... Не все были согласны со всем. Не все были согласны. Это, кстати, был мой первый опыт, когда я поняла, что очень иногда лучше, когда тебя критикуют, чем когда тебя хвалят. Потому что оно было не только в топе по просмотрам, оно долгое время было в топе по количеству хейтерских комментариев. Мне даже Евгений, потом я его встретила на каком-то мероприятии, мне сказал, слушай, ты читала комментарии вообще к твоему интервью? А он хотел еще ткнуть тебя, да? Я говорю, это человек, слушай, а что тебя так женщины не любят? Тебе нужно идти, значит, на какие-то мероприятия женские. И я такая подумала, блин, действительно, наверное, надо идти дружить, начинать дружить с женщинами. И я выступила первый раз, меня пригласила Соня Забуга, это главный редактор журнала «Эль» в Украине. Она меня пригласила выступать на «Эльфоруме». И на «Эльфоруме» я выступила первый раз для женщин. Ну, это вообще был мой второй раз в жизни, опыт выступления на публике в целом. И первый раз перед женщинами, я хорошо помню это ощущение, я вышла на сцену, и они все так внимательно на меня смотрели, что я забыла. 400 злых глаз. Я клянусь, я забыла вообще, что я хотела сказать, с чего я должна начать. А что, какая энергетика была? И я не помню, я вот просто, я стояла, и, наверное, секунд, наверное, 30-40 точно, я просто молчала. И потом, я поняла, надо же как-то взять себя в руки, начать говорить. Вот, и начались мои публичные выступления, которые, оказывается, извините, тоже зашли. Круто. Да, и я так сейчас вспоминаю, думаю, ну, наверное, если бы я эту фразу не сказала на интервью, то было бы меньше хейта. Какую? Ну, какую, знаменитую, которую сейчас, знаешь, вводишь в Google, там Google же ж подтягивает. Подожди, я, может быть, не в курсе. Когда ты вводишь в Google Марина Авдеева, там появляется Марина Авдеева, муж, потом, да, возраст. Страхование, арсенал, возраст, биография, big money. Вот, big money, а раньше, а раньше, там долгое время, наверное, сейчас уже подзабыли, висел мочите конкурентов. Потому что мы снимали интервью, и Евгений в конце говорит, Марина, значит, скажите, пожалуйста, что-нибудь подписчикам канала на прощание. Я уже развернувшись, так сказать, уже уходя, я поворачиваюсь, черт меня дернул это сказать, я не мог. Я говорю вот так вот, прям, так это эпически было, так в камеру, мочите ваших конкурентов. И потом, когда я начала выступать, я сделала слайд, мочите ваших конкурентов. Я взяла рекламу этого автомобильного бренда, там, где герой сидит и держит вот так вот, фак. Это, по-моему, был майбах в отношении то ли всех остальных, да, что-то такое. Вот, и написала мочите конкурентов, и потом я его убрала на следующее свое выступление. И прислала эту презентацию организаторам, они сказали, подождите, а где слайд? С факом? Мочите конкурентов. Где факи? Да, и с тех пор это... То есть ты сейчас ездишь по форумам, чтобы показывать фак конкурентам. Как конкуренты отреагировали, очень хочется в контексте спросить. Конкуренты? На интервью, на интервью. На интервью, понятия не имею. А какой у вас рынок, это типа рынок, он, для меня страхование, это такое достаточно классический, это как банки, вид бизнеса, а... Так я сейчас чувствую, мы как в какой-то интеллектуальный контент заходим. Хорошо. Вообще точно нет, просто коротко, это какие-то старперы, или это... Ну, то есть у вас собранный этот рынок, понятный портрет этих владельцев компаний? Абсолютно, понятный, но, во-первых, нет. Все понятно, значит, Марина у нас резко выделяется, это уже зафиксировано. Зафиксирует, хорошо. Класс. Слушай, ну, я так и не нашел эту фоточку, может ты поможешь, мы просто покажем ее, чтобы зрители не искали. Это вот кофе где-то, 7,5 оборотов. Я не знаю, смотри, это... Слушай, ну, конкретно это такой, конечно... Да, такой, кисляк. Да. Нет, ну, очень вкусно. Вкусно, да? Да. Так, это была... Сейчас, 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 сейчас. Так, это уже было интервью, так можно? Явно до. Давай, пожалуйста. Может, ты удалила? Это где ты смотришь, в Инстаграме? А где его Марина? Нет, это нужно смотреть в Фейсбук, потому что я, меня же не было в Инстаграме, ты же с этого начал. Я, у меня Инстаграм, это был какой-то вообще непонятный ресурс, я на него особо внимания не обращала. Все, я понял. Класс. Так, Марина Авдеева, друг. Все еще, посмотрим, куда зайдет наше интервью, конечно. Шучу, конечно. Что мы, у нас тут максимум френды. Ну, вообще, я этим вопросом всегда мучаюсь, кого мне удалить, чтобы добавить кого-то. Спасибо, что помогли решить вопрос. Очень много. Здесь ссыл, кстати, да, то есть, можно много туда долго рискнуть. Вот здесь вот есть даже муж, и тут подписчики начали, наконец-то вы нам его показали. Вот. Где-то тут. Вот это? Нет. Нет, это... Это наш, этот самый, как это, по-моему-то, продюсер. Значит, муж вот, муж вот, и тут я так долго думала, что мне написать под этой фотографией. Это для тех, кто куглит. Да, и написала, я так посмотрела и подумала, ну, классное название будет звучать так. А в душе мы милые люди. Несмотря ни на что. Подожди, вот он это сказал. Он имел в виду твой бизнес или что? Он имел в виду, что это интервью получилось очень хайповым. Ну, потому что оно было достаточно жестким в стиле программы, big money, не комплементарным, там звучали какие-то... Ну, вообще, начало интервью, если ты... А ты вообще смотрел интервью? Ну, конечно, но это было в тот момент, я, может быть, не помню цитаты. Понятно. Сначала было такое, то есть я думала, что Евгений меня спросит что-нибудь про то, ну, там, твоя история успеха, как ты к этому пришла. А он мне задал первый вопрос такой. «Марина, говорят, что ты часто ругаешься матом. Не могла бы ты нам это сейчас показать?» А я сказал, ну, меня это совершенно сбило с понтовыку, я говорю, ну, бывает иногда, говорит, ну, давай попробуем. Вот такая репутация у Барина Авдеева была до интервью. Ну, в принципе, как будто бы это и благодаря интервью переключило на другую... Нет, ты знаешь, как будто бы благодаря интервью это все взяли и показали. Но надо сказать, что мы с Евгением земляки, и мы друг друга до интервью знали. Поэтому, конечно, он... Я не была для него, там, героем чистого листа, или, там, человеком... Он сам, наверное, не расслушал. Котом в мешке, да, поэтому он... Все те вопросы, которые он мне задал, ну, они реально были такие в тему. Вот. Круто. Ну, пока мы ищем фотки, в Фейсбуке как будто бы в сто раз их больше. А, тогда же это была фотка без лица. Это была фотка от Pretty Woman. Мне в Starbucks написали, забыв мое имя. Это было в Starbucks в Варшаве. Написали на стакане с кофе. Они пишут обычное имя. И ты сказала, I'm Pretty Woman. Нет, я сказала свое имя Марина, а они забыли мое имя. И я описывала это как бизнес-кейс. То есть, смотрите, чуваки забыли имя своего клиента. Причем это их фишка, написать на стаканчике имя клиента. И они это забыли. То есть, они могли просто меня переспросить, найти или еще что-то. Нет, они просто написали, они вышли из положения, вообще гениально. Они написали Pretty Woman, и за этим стаканчиком подошла не только я. И даже некоторые мужчины выставились посмотреть. Прикольно. Кстати, насчет скриптов. Я смотрел это выступление твое на бизнес-стендапе, где ты рассказывал. Это было ужасное выступление. Мы ему поэтому и не будем показывать. Смотри, твоя карьера стендапера только начинается. Поэтому представим, что это данный прибыль. С чистого листа будет. Суть не в этом. Мы не будем пересказывать вот этой интонации. То есть, смысл был, что пришел вроде как клиент, назвал себя, как к нему обращаться, ваше величество, ко мне обращаться, ваше величество. И твой сотрудник быстренько адаптировался и начал с ним так говорить, сударь, ваше величество, тролливали, ваша карета застрахована уже. И ты финализировала эту мысль, что мы работаем без скриптов. Это на самом деле правда или это было для стендапа? Нет, это на самом деле правда. Причем я буквально вчера выступала у одних наших партнеров, у брокера. Это было мое первое профессиональное выступление. Но оно все равно было не на профессиональную тему. Без матов? Без матов. Нет, с факом. Как это без факов? Они одеты в еду вообще. Пойдем, Марина, на факе посмотрит. И оно называлось «Как построить экосистему Кремниевая долина и почему это помогает развиваться современной компании». Неплохое название. Одна из задумок была как раз таки та, что новый порядок, то есть порядок высшей формы, он в хаосе. Ты должен сделать такую систему в компании, которая бы была саморегулирующейся. И для этого тебе нужны специальные люди, которые действуют не по законам корпоративного кодекса, по ценностям, которые на самом деле никто не хочет поддерживать. А это должны быть люди с высоким эмоциональным интеллектом, с предпринимательским складом мышления, которым не нужны скрипты и так далее в таком духе. Потом ко мне подошел хозяин этого мероприятия и сказал «Слушай, я тут тебя послушал и понял, что я всегда на свой бизнес смотрел и думал, что-то не нравится мне этот балаган. А теперь я решил переосмыслить, так получается у меня экосистема Кремниевая долина». А я говорю «Точно!» Мы работаем без скриптов тоже, да? Ребятушки, мы сейчас переверемся ненадолго. Я нахожусь в Харькове. Мы в гостях у Саши Колба. Компания Parmodo. Это Parmodo Hub, его большая локация. Последний оставшийся Hub в стране, как мы выяснили. У Андрея Федерева закрылся недавно, к сожалению. И мы сейчас сделаем для вас небольшую экскурсию. Обязательно посмотрите, это очень интересно. Ребята, что вы делаете? Вы занимаетесь, у вас крупнейшее агентство по ЕКОМу. Да, основная наша кор-компетенция – это перформанс-маркетинг и это бизнес-продвижение ЕКОМ-площадок. «Жираф» сразу намекает на то, что у вас что-то длинное из компании. Давай так, мы не все будем показывать, что у нас есть длинная компания. «Жираф» – это символ наших… В общем, скажем так, это наш внутренний герой, который мы используем для прокачки нашего чар-бренда. Почему «Жираф»? Потому что «Жираф» большой, ему видней. А во-вторых, «Жираф» – это еще животное, которое обладает самым большим сердцем. Вот здесь мы заблюем. Да, а сердце, да, это «Самец», а сердце – это все про эмоции. Про правильное посоветование, про сферу нашим ребятам. Это не ивент по странствам, это не выставка, потому что здесь есть картины, здесь работают люди. Я не знаю, я им безумно завидую, потому что… Ну, не знаю, это «Офис мечты», наверное, да? Вы делали его с лозунгом работать комфортнее, чем дома. У нас настоящая, кстати, вот пошло. Нет, вот эта штука, кстати, я же не успел тебе рассказать. Эта штука не настоящая, это точная копия. Почему? Потому что настоящая штука в два раза больше, на самом деле. Поэтому она бы сюда не влезла. Но именно логотип «Метрополитена», именно вот эта хрень, которая вешается там, может быть, как показатель «Метрополитена», разработана именно в «Хайкере», то есть это делалось в «Хайкере» еще при «Исадке». А вот эта штука вся настоящая. Нам работают люди, ну, покажите, они работают практически в метро, буквально, да? Вот сидит человек, смотрит «Пронхаб», кто-то там с клиентом общается, то есть, ну, в принципе… Нет, на них не смотрят «Пронхаб», кстати, один «Диджитал коммуникация», это, по сути, те ребята, которые производят… А вы, кстати, не работали с «Пронхабом» никогда? Нет, нет, очень зря. У тебя команда выросла на 78 пациентов, я знаю. Видимо, такие есть, то есть мы выросли на 100 человек уже в этом году. Наши планы еще прирастили, где-то там, человеку на 60. Короче, этому человеку нужны другие человеки, которые будут работать в крутых офисах с крутыми клиентами, напомним, да, на секундочку? И развивать экономику краю. Это, само собой, клиентов, напомним? Давай, основные. Клиентов? Да, ну, всех. А, розетка, кофе, монобанка, лов, экстрот, ева, моё. Всё, люди уже потихли. Что еще вспоминаем? Ну, в общем, много всего. Министерство туризма Грузии. Вот сейчас мы стартовали проект продвижения города Алматы как туристическая локация. Крутие, крутое. В общем, много всего есть классное. В общем, этому человеку нужны вы, если вы разбираетесь, если ваши друзья разбираются в ЭКОМе, посоветуйте. Это очень клево. Вы приезжаете в Харбак, у вас есть платная экскурсия? Есть. Есть платная экскурсия, кстати, бесплатная. Даже бесплатная. Кстати, для подписчика Фрэнштейн. Вообще можно встретить свою вторую половинку. Недавно пост вы читал. Очередная свадьба. Вот, кстати, Рафаэль. Серьезно? Вот яркий пример. Яркий пример Рафаэля. Рафаэль женат. Жену. Жена. Уже 10 лет. Да, Рафаэль как раз женат, 10 лет. Его жена, его жена Света, она сидит в отделе финансов. Все, Рафаэль, я работаю как раз. Яркий пример, яркий пример, да, ребята, которые... У нас это, вот, нельзя сказать, что мы делаем, прям промокируется это, но это абсолютно нормально. Реклама свадьба. Круто, ребята, ссылочки все в описании. Если хотите работать в крутом месте, развиваться и найти вторую половиночку, ну, такой как будто был у нас месседж. Да. И работая при этом, если это самая большая компания в индустрии, то вам сюда. Или порекомендуйте друзьям. А мы двигаемся дальше. Мы первый иншуртех стартап в Украине, который освоил тему неострахования. Тему, она так по-модному называется UBI, то есть страхование на основе использования. То есть сколько ездишь, столько и платишь. Ну, там есть обратная сторона медали, если ты ездишь много, то ты и платишь много. Ну, это рассчитано на каких-то там осознанных потребителей, да, своих автомобилей. Ну, во-первых, это все делали мы сами с ребятами. В 20-м году начался карантин, в марте мы решили запилить этот стартап. Сначала мы думали, что это будет просто второй продукт, как бы такой модный, современный. А потом мы поняли, что это больше, чем продукт, и мы сделаем отдельную компанию. Иншуртех стартап изи-пиз. Иншуртех соус что раньше? Иншуртех, да, конечно. Это тема не новая, то есть это было, просто это редко встречалось у нас. И мы начали заниматься, и все, что мы сделали здесь, это буквально… Цыпленка. Ну, все вообще, цыпленка, название. То есть название я придумала вечером, так сказать, за бокалом виски. Ну, я так… Оно и видно. Вот, и все, кому я там пришла и сказала потом на следующий же день, я же прибежала, я говорю, ребята, я придумала нам название, наша компания будет называться «Изи-пизи». И я ждала их реакции. А они такие сидят и молчат. Я говорю, пацаны, вам что, не нравится, что ли? Говорят, ну, как-то… Можем мы анонимно проголосовать? Стыдно как-то немного. Говорю, почему? Это классно, это супер. В общем, короче, я сделала, как Стив Джобс. И я сказала, короче, значит, вам никому не нравится, но мне пофиг. Компания будет называться «Изи-пизи». А потом выяснилось, что когда мы начали скупать, ну, как все, так сказать, приличные стартапы, мы стали скупать домены. Ничего себе. С названиями, да. Прямо по 10 долларов, да? Ну, прям там даже были не по 10 долларов, а вот намного дороже. И оказалось, что «Изи-пизи» просто дофига. И даже нам потом в Фейсбуке, когда мы запустились, нам написал наш конкурент, страховая компания из Швеции, которая называлась «Изи-пизи-иншуранс». Вот. Ребята, да, которые… Давай их сайт откроем. Давай их сайт откроем. Блин, а? Прорекламируем. Иншуртехно? «Изи-пизи-иншуранс», да. Просто сравним, насколько у них убогий дизайн. Да, отстой. Отстой. На самом деле. Ну вот, иншуранс, все. И что они хотели? Ну, ничего не написали, сказали «хай», ну «хай», вот у нас тоже есть стартап у них там с регистрацией в Калифорнии со всеми… Во-первых, ничего не понятно. Во-первых, ничего не понятно. Это англоязычная версия нее. У меня сейчас «Васмер» или «Гудкан», я не знаю. «Васмер», наверное. Надеюсь, я не ругаюсь. Но тема та же самая. То есть у них нет автомобильного страхования, но есть страхование там всяких вещей, которые… У тебя какие часы? Правильно. Эпли. Вот. Значит, одеваешь… Кстати, батарейка села. Одеваешь. Помогаете вы от батарейки? Ну, вот это вот их тема тебе туда. То есть они страхуют что? Что я часы утоплю? Они страхуют все то, что сейчас ты используешь в настоящий момент. Вот, допустим, ты… Они. Они, да. А мы страхуем автомобиль, который ты сейчас используешь. То есть когда ты на нем едешь, ты платишь ровно за то, что ты проехал. А тема, например, там… С часами? С часов, телефонов, каких-то вещей, которые ты боишься потерять и все такое, когда ты с ними вышел. А совесть можно застраховать? Совесть. Ты знаешь, застраховать можно все то, что имеет стоимость. А совесть, она бесценна. Бесценна. Основная емкость страхового рынка – это все-таки автострахование. Поэтому мы начали с этого. Ну, там, где больше денег, понятно. Да. Сейчас у нас присоединяется следующий проект сюда же – страхование квартиры, дома. То есть когда ты, например, уезжаешь в отпуск. Угу. Когда ты есть, когда ты живешь там, да, тебе как-то не очень… То есть когда датчик прям смотрит и есть. Да, датчик «Аякс» Александра Конотокова. Саша. Мы с ним, кстати, работали в одном журнале. Правда, в разное время. Саша, привет. Ну, ты вряд ли смотришь. Ну, все равно. Нет, Марину он всегда смотрит. Тогда точно привет. Вот. То есть будет датчик «Аякс», в котором будет запрограммирована такая кнопка «Отпуск». Ты нажимаешь на кнопку «Отпуск», уезжаешь в отпуск. Такая тут прикольная уже из опыта штука. Вот все те клиенты, которые были и остаются клиентами «Арсенал страхования», они не перешли в «Изипидзе». А в «Изипидзе» пришли вообще другие клиенты. И мы их, когда начали спрашивать, а где вы были до этого, это даже мы думали, что они нам скажут. Мы были у ваших конкурентов, и мы порадуемся, что мы отобрали клиентов у конкурентов. А эти люди вообще никогда не страховали свой автомобиль. То есть им, в принципе, тема страхования, вот в том виде, в классическом, в котором она была, неинтересна, не привлекала она. А «Изипидзе» им понравилось. То есть они просто среагировали на хайп, на рекламу. На все, на комплекс всего этого. То есть на технологичность, на то, что это удобно, на то, что это в онлайне, на то, что это весело, на то, что это, в принципе, страховка по подписке. И ты платишь как бы часто, но небольшими суммами. Финальный моментик. Вот расскажи, в каких условиях записан был этот ролик. Ну ролик, мы же как обычный нормальный стартап. А где он говорит это? Где он говорит это? Это просто не тот ролик. Не тот? «Изипидзи»! Это голос нашего сотрудника Кости, который закрылся в шкафу, засунул голову в шкаф, серьезно, засунул голову в большой шкаф. Ну да, но чтобы не было посторонних шумов, накрылся одеялом и сказал… У него таких штук не было. Не было. «Изипидзи»! «Иншуртир». Покажи хоть, что у нас за штуки. И так этот голос и остался. Точно так же, как мы, например, название придумали сами. Потом мы сами придумали… Герои. Героев, да. Мы нарисовали этих героев просто на бумажечке и отдали там их прорисовать дизайнеру. Вот. То есть, в принципе, разработка – это тоже наша. Разработка… Запилили мы это все на Битриксе, то есть, своими силами. Класс. Ну, круто, круто. А я всегда думала, ну, кто эти люди, кто наклеивает наклейки на чехол мобильного телефона? Их было больше, они поотваливались. Я увлекаюсь стикер-бомбингом. Знаешь, что это такое? Это когда берешь наклейки… Ну, иногда, не всегда. На скорость, что ли? Нет, стикер-бомбинг просто зафигачить много наклеек на какую-то маленькую поверхность. Видела машины, которые обклеены стикерами? Видела. Это оно и есть? Стикер-бомбинг, да. Но у меня на машине, к счастью, нет. На телефончике, да. Это Миша Федоров подарил на день рождения вне стикер ПАКСУ. Михаил Федоров. Это мое любимое министерство. Извините, Михаил Альбертович. Да, мое любимое министерство, любимое цифровое транспорта. И тоже землячок. И тоже землячок. И, кстати, благодаря работе этого министерства, минуточка рекламы, и получился проект EZP, EZInsurTech, потому что если бы у нас не было взаимодействия с D, то ничего бы этого не получилось. То есть D.E. помогает зарабатывать компания? Предпринимателям, да, которые делают цифровые проекты. Из Запорожья, во всякий случай. D.E. помогает очень сильно. Помогает ли она зарабатывать другим проектам? В Инстаграме, о котором мы говорили, я нашел твою историю, где ты сама стала участником страхового рынка только со стороны клиента. Ты рассказывала историю, что, по-моему, в США заболела. А, да, было такое. И твой муж, он... Или вы вместе пришли в страховую компанию, ну, наверное, нужно было купить лекарства. Надо начать с того, что я очень продуманный пользователь. Ну, этим закончимся. И когда я летела в Америку, я не стала покупать полис в своей страховой компании. Потому что я знала, что средний уровень счета по любому поводу в Америке, в Штатах, по какому ты ни обратился, это будет тысяча долларов. А полис стоит там, ну, 500 гривен. То есть стоит тебе чуть-чуть заболеть, неважно, маленькая простуда или что-то еще, у тебя счет будет тысяча долларов. И смысл какой? То есть мы не хотим продавать в Штаты, ну, как бы мы их не можем не продавать, поэтому те клиенты, которые знают, что мы их продаем, они приходят, покупают, а я пришла и купила это у своего конкурента. И заболела в Майами. Причем заболела очень сильно, у меня был какой-то сумасшедший вирус, и мы позвонили в колл-центр этой компании. Все было супер, на самом деле. Вот рекламирую. По скриптам работали? Ну, неважно, они работали, может, и по скриптам, но все было отлично. Американская система здравоохранения такая, что когда у тебя, ну, если ты не умираешь, то есть если тебе не нужна там реанимация, вот никто к тебе не придет в отель вообще. То есть ты должен пойти пешком, встать в живую очередь, и, может быть, тебя там с температурой 39 примут через 2 часа у врача. У меня вообще не было никаких сил, и я мужа отправила в аптеку. Он ходил, вернулся и говорит, слушай, понимаешь, какая фигня? В аптеке не продается ничего, кроме жаропонижающих, без рецепта. Поэтому мы, эта компания нашла нам какого-то нелегала из Мексики, врача, у которого были бланки рецепта. И он выписал рецепт, пришел в номер. То есть страховая компания. Страховая компания. Пришел в номер, за 600 долларов стоил вызов, и на 400 долларов он еще нам принес всяких лекарств и еще выписал рецепт антибиотика, благодаря которому я уже на следующий день развлекалась в Диснейленде. Блин, вот это жизнь. 40 температур на следующий день в Диснейленде. Нереально. Я понимаю. Это интересно. А перед этим, ты рассказывала, это просто пост был посвящен, по-моему, путешествиям недавно достаточно. Да, я писала колонку для MC Today. Да, и вот оттуда это. И там же была история, где ты, я так понял, где-то в Азии отравилась. Не где-то, я везде в Азии отравлюсь. Каждая азиатская страна. То есть Азия тебя не учит ничему. Азия мне не заходит. И самолеты тебя чуть ли не снимали на скорой? Не чуть ли, а меня снимали со скорой. Самолет. Это было в Таиланде. А что ты съела? Ну, что-то я съела. Но я точно помню, что хуже всего мне было в Шри-Ланке. Там у меня был, как это называется, поджелудочный. Да, давайте оставим как отравление мариной в деву. Панкреатит. У меня был жуткий панкреатит на Шри-Ланке. И мы были в таком отеле, таком бутиковом, который находился за 70 километров до ближайшей клиники. И я за то время, пока там полтора или два часа доктор ехал, честно сказать, я думала, я отброшу коньки. Панкреатит, это же серьезная история. Очень мне было плохо, да. А в Пекине мне было настолько плохо, что после того, как я пришла там в себя, в Китае, да? Да. Ты не будешь меня сразу спрашивать, какого-то билета в столице государства? Например, назовем его Пекин. Вот. И в Пекине я искала русский ресторан. Ну, не украинский, там украинского не было. Русский ресторан. И питалась... Да, в Пекине я питалась в русском ресторане. Такие истории. То есть, что-то там, да? Пельмени, брачи, вот это... Ну, что-то там такое привычное, да. Потому я выработала для себя правила, я в МСТУДЕЙ об этом написала. Всегда выбираю натуральный кусок, там, например, мяса или рыбы и просто порезанные овощи. Или не порезанные. Просто огурец положительный и уничтожительный. И все, да. То есть, никаких салатов, никаких карри, никаких там вот этих сложных блюд. Не хочу знакомиться с местной кухней. Когда мне говорят, а не хотите ли вы попробовать наше местное? Как сейчас помню, приезжаю на Фиджи. Я, наверное, один из многих украинцев, который летал на Фиджи. Как меня туда занесло, я не знаю. Но, наверное, потому что я была в Австралии. От Австралии до Фиджи лететь. По историям понятно, что ты, может, сама даже не знаешь. Лететь 7 часов и уже как бы все же относительно, относительно Австралии это было близко. И мне там предложили, говорят, не хотите ли вы нашего блюда? Оно называется каконда. Каконда – это рыба, вымоченная в кокосовом молоке, сырая, со специями, в таком, как скорлупе от кокосового ореха. Я сказала, это очень красиво. Я у вас сейчас это куплю для того, чтобы сделать фотку в Инстаграм. Но есть я ее не буду. И в итоге? Ну, ладно, есть фотка в Инстаграме. Но не съела? Нет. Очень странно. Все-таки Азия чему-то доучит. Окей, круто. Но это вот, знаешь, все истории, это такая легкая на подъем, да? Ты писала тоже в Инстаграме, что вот ты поехала на Кубу, оставив 8-месячного ребенка маме. Это мне стыдно. Смотри, мне было 26 лет. Очень хотелось на Кубу. Очень. И была горячая путевка. Ну, сейчас это кажется… Это вся история, да? Ну, как бы… Нет. Это та фраза, которая все объясняет, потому что сейчас, когда приходят люди и говорят, я там выхожу замуж или женюсь, а я спрашиваю, сколько тебе лет? Я говорю, 25 лет. Я говорю, ты что, с ума сошел? Это очень рано. Вот. Ну, я уже тогда была замужем, и у меня был ребенок, которому было 8 месяцев. Но так как мне очень хотелось, я полетела на Кубу, да. На Кубу мы летели через Амстердам. И в Амстердаме у нас была тоже история, которую я… Не сомневаюсь. Нигде не рассказывала, мы летели в Амстердам. Внимание. Я даже перебивать не буду. Серьезно? Это впервые на нашем канале. Блин, зря ты это сделал. Я сейчас буду задумываться, стоит ли… Да нет, ну что же в Амстердаме? Ну что-то связано с тем, что… Ну что, в Амстердаме, естественно, кофешоп и все остальное. И нам говорят, ну смотрите, у нас тут конфеты с каким-то, значит, там, чем-то. Хотите попробовать? Я говорю, ну давайте, ну все ж пробуют. А когда тебе говорят с каким-то чем-то, ты говоришь сразу две? Нет, я сказала одну и говорю, ну слушайте, как-то не заходит. То есть нету эффекта. Ну это малькона? Прихода нет. Ну там какие-то, слушай, ну это у них в каждом кофешопе это продается. То есть все абсолютно туристы это пробуют. Нет, сейчас я бы, конечно, это эксклюзивный контент. Я бы, конечно, на это все не согласилась. Но тогда и было интересно. Вот, мы попробовали. Я говорю, слушайте, ну прихода никакого нет. Они говорят, а ты запей шампанский. Я говорю, окей. Запила бокалом шампанский. И вот еще шприц тебе. Вот знаешь, как говорят, когда действие там алкоголя, да, точно так же проявляется. То есть усиливает то, чего ты боишься. Твои страхи. То есть вот некоторые люди, или усиливает то, что в тебе живет. То есть некоторые люди, они становятся там супер веселыми. Да, да, да. Начинают веселиться. Кто-то начинает бояться. Меня накрыл сумасшедший страх. Мне, значит, я ехала в отель на такси. Мне казалось, там есть такая главная площадь в Амстердаме. Это, кстати, столица Голландии. Между прочим. Что-то связано со столицами или что? Чего-то не знаю. Да, вот. Мы в Киеве, если что. И мне казалось, что мы ездим вокруг этой площади. И уже там пятый или какой-то круг. В общем, все было как в замедленном кино. На следующее утро нужно было лететь. То есть у нас была стыковка в Амстердаме. Вот нужно было лететь. Мы приехали в аэропорт. Это все еще на Кубу с восьмимечным ребенком. Без восьмимечным. И мы приехали в аэропорт. И мне ребята, которые были в нашей группе, но они там в кофешопе тоже со мной были. Мне, как самой сознательной, решили отдать все свои паспорта. Я пошла в Дьюти Фри и что-то там покупать купила. А потом, когда объявили посадку, я подхожу на гейт и понимаю, что паспортов со мной нет. И оказывается, я их оставила на кассе. Но все закончилось хорошо. Я вернулась. На кассе стояла моя сумка. Там, где я рассчитывалась на такой подставочке. Знаешь? И мы нормально полетели дальше. Круто, круто. Можно представить, чем занимались те люди, если они оставили Марине Авдеевой паспорта как самому надежному человеку. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Так, класс. Все, с Инстаграмом закончили. По бизнесу 60 стран. 60 стран, да? Ты писала? Да. Давай закроем тему с путешествиями. Ну, давай, может быть, там топ-3 страны. Топ-3 страны? Кроме Амстердама. Ой. Да. Города. Да. Топ-3 города. Потому что я, как Кьел Нордстрам, который шведский футуролог, который сказал, будет 600 городов, а не стран, которые мы будем ездить. Да, да, да. Есть такая у него теория. Ездить, потому что уже сейчас мы не едем во Францию, не летим во Францию, мы летим в Париж. В Париж, в Нью-Йорк. Поэтому Нью-Йорк, Лондон, Рим. Это три города, которых я себя отлично чувствую. Недавно была в Лондоне. Вообще у меня очень много историй, Ром. Я была в Лондоне на футболе. У нас очень много алкоголя, как ты любишь. На футболе. И принесите нам что-нибудь из кофешопа. Да, где? В Лондоне? Ой, в Лондоне, в Риме. В Лиме. Я летала в Рим пару месяцев назад на футбол. Вы там кого-то застраховали? Нет, мы никого не застраховали. Значит, мы туда... А, это же был карантин. Залететь можно было только, если у тебя был визит к врачу, например, или какое-то приглашение. Мы записались к врачу. Реально. То есть, реально должны были к нему сходить, к этому врачу. Ну, мы поняли, чтобы врач не дождался. И очень даже спокойно залетели, все нормально. И я так радовалась. Говорю, слушай, Сергей, моему мужу, мы так классно залетели. Говорю, вообще никаких проблем. Говорю, подожди, не радуйся. Проблемы будут на выезде. И они действительно накрыли нас на выезде, потому что на выезде мы провели час в полицейском участке. Потому что нам сказали, вы были у врача, покажите ваш сертификат. Оказывается, итальянские врачи выдают сертификат тем, кто у них действительно был. Можно потерять сертификат. Нет, нельзя. Он в базе есть. Поэтому у нас были проблемы, но все хорошо решилось, и мы улетели. А стандартным способом? Абсолютно. Никто ничего не хотел слушать. Пришлось сходить к врачу, все нормально. А, нет, так это не стандартный способ. Я тут недавно, вчера ездил в Харьков. Я, значит, видимо, настолько много сейчас проектов, проектов, что я купил билеты туда на сегодня, а назад на вчера. Туда на сегодня, а назад на... Интересно. Хобби какие-то есть, вот помимо путешествий, отравлений и... Слушай, знаешь, у меня есть такое хобби, причем это хобби, с ним тоже связано, интересно. Я ради этого и... У меня есть страничка в Википедии. Даже так? А ты туда сейчас, да, будешь находиться? Ну, в Википедии вроде приличный сайт, или... Значит, нет, там все нормально. У меня есть страничка в Википедии. Ну, и там в разделе хобби, как бы, по идее, должно быть, это мое хобби. И оно все время оттуда пропадает. Мы сюда дописываем, а оно пропадает. Ну, наверное, люди думают, что это что-то неприличное. Звучит оно как нумизматика. Вот, посмотри, оно сейчас есть, нет? Так, родина... Нумизматика в самом конце. Вот в самом конце, где хобби, оно очень часто вообще пропадает. Ну, нету. Сейчас нету. Нету, видишь? Вот. А вообще оно должно быть. Поэтому хобби мое, нумизматика. Нумизматика – это коллекционирование монет. Ты меня снимаешь? Тут Марину надо снимать и нумизматику. Монет. 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 Это хобби мне досталось по наследству от моего папы. Вместе с монетами, я так понимаю. Да, но папа сказал, что смотри, это все ты должна продолжать. Коллекция должна жить. Для того, чтобы жить, она должна пополняться. Поэтому я ее пополняю. И моя коллекция, которую собрала я, она уже намного более обширная, чем когда-то собрал папа. Я не думаю, что у нее было 60 стран, да? Или было? А это не по странам. Я уникальный, немодный ныне исторический период коллекционирую императорской России. Это начиная с императора... То есть это аукционы, да? Да, это в основном все экземпляры приходят с аукционов. Класс. А монетки есть какие-то с собой? Может, у нас есть какие-то, которые стоит коллекционировать? За какой монеткой дольше всего бы гонялось? Была ли такая? Мне была такая история. Есть такая редкая монета советского периода. Это 2 копейки 1927 года. Сейчас, это мы тоже найдем 2 копейки 1987 года. А еще есть такая монета, которая называлась сеятель. Это золотая монета, которую... Ну, она не такая редкая. Вот смотрите, ребята. Да, она не такая редкая, но... Ну, то есть с 2027 года осталось монеток немного. И сколько стоит 2 копейки сейчас? Ну, 3-5 тысяч долларов в зависимости от состояния. Блин, храните монеты. Ребята, через 80 лет ваши внуки неплохо поднимут деньги на этом. Прикольно. А что тебя в них привлекает? Я имею в виду, почему монеты? Это довольно такая... Ты знаешь, есть такое выражение? Или делай то, что любишь, или полюби то, что делаешь. Папа собирал коллекцию. Папа собирал коллекцию. Поэтому мне это дело нужно продолжить. Он увлекался историей. Не могу сказать, что я увлекаюсь историей, но кайф от коллекционирования я в любом случае получила и переняла. То есть это очень прикольно. Это охота. То есть ты... 2 тысячи долларов, кстати. Да. А если это будет состояние выше, потому что цена монеты от состояния, она может отличаться в несколько раз, в разы. Есть монеты, например, которые не были в обращении. И это кажется странным, но эти монеты могут быть прошлого, позапрошлого века, которые все это время хранились у коллекционеров, никогда не были в обращении. То есть монете 200 лет, а она никогда не была в обращении. Как грустно этой монете. Она за 200 лет не сделала, то ради чего было создано. Прикольно. И она дороже стоит. Да. То есть продолжаешь дело? Продолжаю дело, да. Дело своего отца. Так, что здесь написано было? Пролетарии, всех стран соединяйтесь. Ну, стандартная история. И с СССР мне нравится, еще написано было с точками. Не везде. Не везде было. С СССР. Да, да, не везде. Потом перестали писать с точками. Поэтому мой период – это императорская Россия и советский период, то есть Советы. Советы. Да. Хорошо, хорошо. Что-то как будто у нас про наркотики, ой, про кофешопы было веселее. Смотри, немножечко интеллектуального пою, чтобы не думали, да, что... Что только... Такое у меня интеллектуальное хобби, за которое мне не... А еще, а еще. Да, может еще история. Немечко самопиара, как говорит Ксения Собчак, самопиар – это очень важно. Сто процентов. Внимание на экран. Да, я коллекционер украинского современного искусства. И в моей коллекции есть работа всех... Всех художников, украинских известных художников, вот, начиная там от... Не спрашивай, я не знаю. ...самых молодых и заканчивая Анатолием Криволапом. Так, Анатолий Криволап. Анатолий Криволап. Самый дорогой художник. Это самый... Ну, это самый большой бренд, да? Криволап и картина? Конь. Конь. Вводи, конь. Конь. Давай. Это твой конь? Нет, это не мой конь. Конь был продан на аукционе британском каком-то, я забыла, по-моему, то ли Сотбис, то ли другой за 186 тысяч фунтов стерлингов. Это был рекорд на мировой... На, так сказать, украинской арт-арене, насколько я знаю. Ну, я должен сказать, что это он похож на коня. Это конь. Это прикольно. Так, хорошо. И у тебя есть конь? Нет, у меня нет коня, у меня есть другая его работа, но замечательная. Называется дорога в Карпатах. В Карпатах. Мы сейчас все узнаем, все покажем. Это вот эта... Нет, это не она. Так, ну это можно, наверное, посмотреть ее... Он, наверное, не фотографировал ее. Может быть, фотографировал, но она у меня достаточно давно. Значит, ты ее должна сфотографировать и разместить в Гугле. Да, она снялась во всех интервью. У меня же постоянно снимают интервью. Она была везде, где только можно. Ну, то есть... Все, кто ко мне приезжает в офис, не выяснишь, я сегодня не у себя в офисе. Все, кто ко мне приезжает снимать интервью в офисе, говорят, только не на фоне криволапы, потому что... Я недавно был... Модерировал закрытый борт, ну, бизнес-клуб, и там был вопрос, как вот сейчас... Многие, кстати, этот вопрос задают и продолжают, хотя год уже прошел. Как находить баланс между... в компании собственнику между удаленной работой для сотрудников и работой в офисе, потому что какая-то часть команды хочет в офисе. Слушай, у меня есть короткий ответ. Удаленка? Это фигня полная. Почему так не хайпово? Давай скажем, как ты хотела на самом деле. Фигня. На удаленке можно какое-то время протянуть. То есть компания будет продолжать работать, если выстроена система, и действительно это возможно. Но новые идеи не рождаются в четырех стенах, когда ты сидишь у себя в квартире один, и самое залайканное это твой холодильник. Или в шкафу, да? Или в шкафу. Нет. Или когда там тебя дергают, дети постоянно заходят, кто-то из членов семьи и так далее. Я за коллективный интеллект, за атмосферу, где люди со-создают вместе. И вот то, что появляется, вот этот интеллектуальный продукт подобный, из эпизи, новые какие-то цифровые особенные решения, это все появляется в результате творчества нескольких людей, которые собираются вместе и кайфуют от того, что они делают вместе сейчас. В классной атмосфере. Они сидят дома в трусах. В лучшем случае. В лучшем случае, да. И что-то там у себя на этом, на ноуте. В коллективе. В коллективе. Да, в коллективе. Поэтому я в это не верю. Я в это не верю. Зум, зум, зум. Зум, зум. Бухгалтера, окей. Бэк-офис, окей. Все остальные люди должны... Мы так ничего не ждали. Сидите там. Все остальные люди должны пропитываться интеллектом своих коллег. Бухгалтера, точно, если у нас смотрят бухгалтера и юристы... Они отпишутся. Ладно, тогда мы перефразируем. Да нет, нормально. Оставляем тут есть. У компании оборот больше 2 миллиардов. Это 75 миллионов долларов. У нас 3 бухгалтера работают. 3? 3 бухгалтера. На каждого примерно по 750 миллионов. Представляешь? Неплохо. И удаленно? Ну, да, работали удаленно. Ты смотри, а то они там будут тоже коллекционировать монеты и захотят воспользоваться. В американских фильмах всегда есть какой-нибудь герой отстойный, у которого сейчас все плохо. Он съезжает из дома, потому что он не может платить за аренду. И первое, что ему приходит в голову, а вокруг безработица, прийти и начать работать страховым агентом. И потом он говорит, мой дед был страховым агентом, мой отец был страховым агентом, и я бедный страховой агентом. Бедный. Вот. Ну, то есть это как будто... Это как в дне сурка, помнишь? Конечно. Я смотрел... Там идет главный герой. Каждый день смотрю в контексте фильма, отвечу. Там идет главный герой по улице и встречает своего друга, которого он не узнает из школы, уже не помнили, из кольжи. Тот говорит, эй, там, привет, ты меня помнишь? Я же там такой... Я сейчас работаю страховой агентом. И начинает ему парить страховки. Там прям этот процесс, вот, и отношения, когда он говорит, окей, спасибо там, пол. Я тебя рад был видеть. До свидания. Поэтому страхований говорить нельзя. Марина рассказывала очень много про свои путешествия, истории безумные. Мне кажется, это хороший повод нам всем вспомнить, какие истории у вас происходили. Скорее всего, в отпуске, возможно, где-то за границей. Пишите это в комментариях, и мы за это что-нибудь вам подарим. Смотри, давай подарим комплект книг, раз уж мы с этого начали, Big Money Евгения Черника. Первая книга, это книга Big Money по следам YouTube-интервью. Да. Вторая книга, это книга о женщинах-предпринимателях. Да. В том числе, герой этой книги я. Так. И третья книга, это та книга, которая еще не увидела свет, но Евгений ее уже анонсировал. Итого, комплект из трех книг мы подарим. Big Money Евгения Черника. Ну, мы, конечно, дарим их, потому что там есть ее. Ну, давай так, ну, хотя бы с личным автографом. С личным автографом. Давай там, ты напишешь там свою какую-нибудь коронную фразу? Конечно. Класс. Друзья, пишите свои истории из отпусков, любой свой кураж, который вы помните, он должен быть, конечно, смешной, веселый или познавательный, или все вместе. В комментах, естественно, подписывайтесь на канал, на Марину тоже. На что подписать? На все, подпишитесь, пожалуйста. Сразу подпишитесь на все каналы, будет проще вам участвовать во всех конкурсах. И мы выберем, и, возможно, даже вы получите эти три книжки. Круто. Спасибо, Марин, большое. Мне кажется, было весело. Мы точно бы не обошлись без кого-то алкоголя, как и все твои похождения. Круто. Класс. Спасибо. Спасибо. Пока. Пока. По поводу бухла. Прихожу я... Да-да-да. Куда? Прихожу я на бизнес-стендап и гримерку. Так. Самое интересное, что происходит в гримерке, правильно? Да-да. Вот. Да, кстати, знаешь историю? Я не буду говорить, кто это, как на последнем бизнес-стендапе у Наташи Сливцовой. Очень опасно выступать последним, потому что, когда ты выступаешь последним, ты сидишь в гримерке, все спикеры выходят, заходят, рассказывают, как все прошло. И пьют. И пьют, да. И потом ты выходишь такой уже нормально. Так вот спикер, который выступал по стелям, он упал. Это было смешно. Нет, он не просто упал, он реально вырубился на сцене. Серьезно? Серьезно. А кто это был? Он уже хотя бы. Ну вот. Это Длигыч? Я не скажу. Понятно. Хорошо. Так, окей. Ну это не Длигыч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова